На Старом дворище, там где в 16 веке высадились новгородцы, отправившиеся покорять север, финишировала автоэкспедиция «Земляки». А в Усть-Цильме путешественники приняли участие в главном летнем празднике – Усть-Цильмской горке. Чем он так уникален? В завершающем репортаже с колес расскажет Юлия Бабич. Несколько минут водного путешествия на левый берег Печоры и участники экспедиции ступили на Старое дворище. Это то самое место, где Ивашка-Ластка основал поселение в 16 веке. Они успели поставить первые строения, избушки здесь, и через год просто их во время паводка вода залила. Сейчас и они перебрались на другой берег реки, приняли решение, и основали вот Усть-Цильму там. Но вообще вот именно Усть-Цильма основана вот здесь, вот с этого места все начиналось. До сих пор это место весной превращается в островок, однако сейчас оно не пустует. В атмосфере старины строится несколько новых родовых домов. Сюда земляки стремились. Это финишная точка нашей экспедиции. Кажется, за 500 лет здесь ничего не изменилось. Вот это строение, например, это ледники, глубина 3 метра. Они заполнялись льдом и все лето не таяли. Поэтому здесь всегда была свежая рыба и мясо. Хранились и перевозились или использовались для нужд жителей. Специально для гостей здесь устроили стилизованное представление о торговле в былые, уже далекие времена. К слову, на памятном знаке, что установили на дворищах в 1982 году, изображен олень. Это животное вошло в историю как раз из-за торговли. Зимой олени утаптывали торговый путь. Два новгородских мира на расстоянии почти в 2500 километров так мало сегодня знают друг о друге. Хотя здесь о Великом Новгороде не забывали. Но какой он современный город на Волхове, не понаслышке знают единицы. Сейчас очень многие люди хотят узнать про свои корни, понять, как сложилась та общность, которая есть у них здесь. И судя по тому, о чем мы говорили с руководством республики Коми и с простыми жителями Усть-Цильмы, люди хотят общаться, хотят дружить. И безусловно, мы очень рассчитываем, что наши друзья нам нанесут ответный визит следующим летом в Новгород на один из наших фестивалей. Вечером в селе кульминация народного и шумного обрядового праздника – Усть-Цильмской горки. В ярких народных костюмах, которые носили их предки, выходят жители самых разных возрастов. Вечерняя горка – очень зрелищное действие. Десятки местных с песней проходят по улице, а после на большой площадке возле музея проигрывают семь обязательных ритуальных фигур в строгой последовательности. Причем никто из местных не спешит раскрывать секреты этого хоровода. Уклончиво говорят, что не помнят значение действа, но вряд ли это так. Усть-Цилемы всегда верили в силу заклинания и свято чтили ритуал магических фигур. Только музейный специалист вкратце пояснила, что происходит на этой поляне. Например, когда жители собираются в круг. Она участвует в горке с детства. Эту традицию передала мама, а сейчас она передает своей дочери. Фигура круга означает солнце. Вообще, на самом деле, солнце имеет большое значение для людей, потому что солнце – это жизнь. То есть мы призываем силу природы к тому, чтобы солнышко нам помогало, чтобы хороший урожай был. Вообще, горка – это, конечно же, призыв к силам природы для того, чтобы у нас был хороший урожай. Ведь если мы посмотрим все народные праздники, они как раз-таки заключаются в том, чтобы призвать силу природы, чтобы был хороший урожай. Не будет хорошего урожая. Зиму люди, как говорится, не проживут. Этот блок сложных хороводов исполнялся несколько раз в течение игрового дня, поэтому его можно считать кульминацией гуляния и завершением нашего большого, увлекательного и, надеемся, полезного для новгородцев путешествия. Теперь очередь за жителями Великого Новгорода, если доведется также гостеприимно принять усть целем на далекой, но родной земле. Ты нашел меня, младую, полюбил. Из более чем десятка городов, почти семь дней на протяжении двух с половиной тысяч километров пути для вас работали Юлия Бабич, Андрей Константинов, Михаил Серов. Новости Новгородское областное телевидение.